Фонд помощь животным Сахалин – большая коммунальная квартира для бездомных четверолапых. Тотальная загруженность хронически. Сейчас здесь 400 постояльцев. Из них всего два кота. Предпочтение хозяйка отдает собакам, подкидышам или с непростой судьбой. Спрос на таких питомцев невелик. Однако ажиотаж приходит к концу октября в преддверии Хэллоуина. Уже сейчас группы зоозащитников наполняются тревожными сообщениями. В последние годы мы заметили, что в группах стали ходить такие объявления о том, что не отдавайте черных котят, щенят. Якобы ритуалы какие-то проводятся. Что люди берут, издеваются, убивают. У нас было много ситуаций, когда молодежь на видеокамеры издевается над животными. К сожалению, видимо, в семье прививается жестокое обращение. И вот они считают, что это норма. А проблем у зоозащитников и без этого хватает. Зачастую неравнодушным людям с большим сердцем не могут помочь ни в одной инстанции. Между тем и закон стал гуманее к бездомным животным, и область готова тратить финансы на решение вопроса. Но пока лишь на бумаге. Во втором чтении он рассмотрен на комитете 21 сентября текущего года. На комитете было принято решение о внести закон о проект на рассмотрение областной думы. По форму чтения рекомендовать депутатов принять его в качестве закона. Согласно заключению группы Думы, на законопроект о готовности по обращению замечаний имеется. Прошу подвижать решение комитета и принять этот проект в качестве закона. Пока одни думают, другие лечат и кормят. Голодные псы и коты с удовольствием остаются на ПМЖ в хлебных местах. При этом создание приютов не выход, считает Ксения Завадская. Ликвидировать численность бездомных питомцев и навести порядок на улице поможет закон, в котором конкретно прописано, ответственность за выброшенных на улице должны нести владельцы. Тогда и будет результат. Любой приют он рано или поздно заполнится. И заполнится он именно домашними животными. Как видите, на сегодня у нас огромное количество животных, и большая часть из них породистых. А почему породистых? Потому что люди их выкидывают, и они не выживают на улице, они умирают, потому что они не приспособлены. Чтобы решить в совокупности проблему, нужно создать закон региональный. Перепись животных, чипирование, создание областной базы под контролем одного исполнительного органа. Все это поможет найти хозяина животного и выяснить причину. Оно убежало или его намеренно лишили крова. Сейчас, как уверяют зоозащитники, список ответственных лиц разорван. Обращение отправляют в Роспотребнадзор, полицию, ветеринарию. Куда бы ты ни жаловался, письмо ходит по кругу. Каждый старается снять с себя ответственность, ссылаясь на отсутствие нормативных документов или специалистов, опыта. А кому-то и вовсе это не интересно. Ольга Артемова, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.